Не надо этого делать, может так получиться, что дверь не ту откроешь и войдешь в нее, самое важное. Там просто открыть это не так страшно. Страшно, когда ты вошел не в ту дверь. Вместо того, чтобы сказать, я не знаю, зачем ты меня об этом спрашиваешь, спроси там кого-нибудь, вместо этого он начинает так, ну, там, допустим, студент начинает говорить, что в таком-то аяте, там, такой-то суре, в таком-то аяте, Аллах сказал вот так, и это он начинает за уши как-то это притягивать. Как там Акадыров сказал, если ты хочешь сделать харамное халяльным, то это становится халяльным, а если хочешь сделать халяльное халяльным, то это становится халяльным. Наверное, здесь так же, если хочешь. Саламу алейкум, Тумсо, будешь ли ты делать блоги о своей повседневной жизни? Вау алейкум, асаляму араматуллах. Наверное, нет. Не потому, что я бы не хотел бы, мне не интересен этот формат. Он, в принципе, интересен, и, наверное, он был бы так же и для зрителей интересным. Особенно там всякие поездки какие-то, в общем, бывают такие моменты, которые мне самому хотелось бы их освещать. Но я не могу себе это позволить просто из соображения безопасности, потому что во время влогов ты должен, ну, даже как бы ты сильно не пытался там как-то соблюдать все меры предосторожности, но ты будешь давать очень много полезной для потенциальных преступников, для моих врагов информации. Потому что это в любом случае какие-то маршруты, места, где ты бываешь. В общем, много такой для них полезной информации, которую они смогут обработать, смогут какой-то для себя портрет нарисовать, там какую-то карту передвижений, там. В общем, чисто из таких соображений я не могу прям вот такой формат влога вести. Но я все равно пытаюсь некий такой формат не в видеоформате, а в формате фотографий. Такой влог я веду у себя в Патреоне. То есть мои подписчики, мои патроны, они получают обычно такую информацию, где-то там я, значит, во время подготовки к эфиру там выкладываю, допустим, фотографию этого процесса, там где-то я в поездке, там аэропорт и так далее. Опять-таки, конечно же, с такими мерами предосторожности, не всю информацию можно выложить, но в целом я такой формат веду. Но это, видите, если я буду это везде делать, тогда теряется смысл разных платформ. Поэтому я решил, что на Патреоне я буду вести вот такой формат, именно фотки всякие, то есть то, что не касается работы, то есть деятельность это YouTube и Telegram, а в Патреоне это уже такая, более такая повседневная жизнь, что-то такое для патронов. В общем, пока я придерживаюсь такого плана графика. Не надо этого делать, может так получиться, что дверь не ту откроешь, и войдешь в нее, самое важное. Там просто открыть это не так страшно. Страшно, когда ты вошел не в ту дверь. Я с тобой согласен. Бро, я не буду так делать. Вообще, последнее время, мне кажется, главная проблема, это когда входит не в ту дверь. Причем она, эта проблема коснулась не только деятелей политических, но даже деятелей шоу-бизнеса. Ты слышал про продукцию Хаят? Это витаминный комплекс в Грозном, производят его, его можно употреблять. Как думаешь? Я понятия не имею, что это. Я думаю, что это не совсем даже в мой адрес вопрос, даже если бы я знал, что это. По-моему, не меня нужно о таком спрашивать, так как я, как их называют, нутрицологи. Я не нутрицолог, я не диетолог. Я вообще профан в этом вопросе. Лучше спросить об этом людей, знающих специалистов в этом направлении. Они наверняка будут знать, что такое этот Хаят, и что там за витаминный комплекс, и кому его употреблять. В общем, наша, знаете, одна из бед, постигших нашу уму сегодня. В основном нашу уму. Эта беда в меньшей степени постигла не мусульман, она в большей степени постигла именно мусульман, что мы задаем вопросы некомпетентным людям. Заметьте, люди могут, допустим, каких-нибудь студентов религиозно спрашивать вещей, которые вообще не относятся к религии. Абсолютно. И они задают им этот вопрос, те дают ответ, и они считают, что все это уже чуть ли там вахья от Всевышнего Аллаха, как будто бы это в Куране, прям непосредственно его вопрос был задан, и в Куране Сам Всевышний Аллах на него ответил. Хотя в большинстве своем оказывается, что это вообще вещь, которая не относится к религиозным темам. Также, когда речь заходит, вот пример того, да, как, значит, быть там с диетой, употреблять какие-то витамины и так далее, мы задаем вопрос блогерам, людям, тем же религиозным деятелям. И, к сожалению, не все в такой ситуации отвечают, я не знаю, спроси там у компетентных лиц. Не все. Беда наша в том, что люди, не зная даже ответ, это может быть студент религиозного вуза, это может быть просто блогер типа меня, который, получив какой-то вопрос, что-то вщелкает в нем, вместо того, чтобы сказать, я не знаю, зачем ты меня об этом спрашиваешь, спроси там кого-нибудь, вместо этого он начинает так, ну, там, допустим, студент начинает говорить, что в таком-то аяте, там, такой-то суре, в таком-то аяте Аллах сказал вот так, и это он начинает за уши как-то притягивать этот аят, эти слова на эту ситуацию, которая вообще в корне не подходит ни к этому аяту, вообще ни к одному аяту урани, это вообще вещь, которая не относится. Или же то же самое, там, касательно диет, здоровья и прочих. Поэтому все-таки важно, наверное, задавать вопрос компетентным людям, и так же важно понимать, кто является компетентным. Очень много развелось там всевозможных, допустим, психологов в социальных сетях, в том же инстаграме, и иногда эти психологи, это, допустим, по одному и тому же вопросу, ты видишь совершенно противоположные два мнения у них. И здесь тебе нужно выбрать, кто из них компетентен, чье мнение правильное, чье мнение приемлемо. Иногда бывает так, что мнение этого, допустим, приемлемо для какого-то общества отдельного, или для конкретного человека, но его нельзя применить в другом обществе или на других людях. А бывает, что вообще, в принципе, чувак бред несет, подход вообще не тот. В общем, много таких нюансов, надо как-то в этом разбираться, в общем, будьте более бдительными. Проглотить обман способны многие, но разжевать его лишь единицы. Так кто кого переиграет, оппозиционная шушвара или путинская свора псов? Да, физика на этот счет ответов не дает. Ну, давайте подождем, увидим. Жизнь точно ответит на этот вопрос. Потому что политика — это грязная вещь. Это такое клише, штамп такой, да? Политика — грязная вещь. Очень известный, многие это говорят, многие реально так считают, но на самом-то деле, да, политика может быть очень грязной вещью, если ее вести грязно. И когда много политиков, ведущих политику грязно, то у тебя, конечно, создается впечатление, что в целом политика — это вещь грязная. Но если, допустим, политику вести не грязно, и если будет много тех, кто ее ведет не грязно, то сразу же совершенно другое впечатление от этого. Поэтому все зависит все-таки от нас. Как там Акадыров сказал, если ты хочешь сделать харамное халяльным, то это становится халяльным, а если хочешь сделать халяльное халяльным, то это становится халяльным. Наверное, здесь так же, если хочешь политику сделать грязной, то ты будешь вести ее грязной, и она станет грязной. Видите, говорят, что Акадыров глупый человек. Умные вещи говорит, когда начинает философствовать. Субтитры подогнал «Симон»